Сегодня, 3 марта, Православная Церковь чтит День памяти Святителя Льва Папа Римского. Святой Лев Папа Римский жил в V веке. Христианство в то время еще не знало разделения на восточную и западную ветви, поэтому римский епископ почитается как Святой и Православной Церковью. Лев прославился своим благочестием и ученостью. Это было трудное время для Церкви, время споров, возникновения новых доктрин, подчас перерождавшихся в ереси. Как истинный пастырь, Лев неустанно защищал христианское учение, сохраняя его в чистоте. Он принял личное участие в осуждении ереси Евтихия на 4-м Вселенском Соборе в городе Халкидоне. В учении Евтихия говорилось, что у Христа была лишь божественная природа, и отвергалось его человеческое начало. По преданию, в 452-м году папа римский лев в силу своего слова удержал предводителя гунов Аттилу от разорения Рима, а через три года убедил короля вандалов Гейзериха не проливать кровь жителей и не предавать Рим огню. Скончался лев в 461-м году, оставив после себя послание о двух природах Иисуса Христа, божественной и человеческой. Мощи святителя льва почивают в Ватиканском Соборе в Риме. Канон святителю льву папе римскому Поймь, Господи, випроведшему люди свои, я сквозь черное море, яка един славно прославися. Священство помазанием все блаженья удобрено, красиваясь и сие добродетельными видами прибогателем. Яка ж зрел груст, точность, гневаясь и разум веселья, кратив три блаженья, при мудрости твое я всем предложил, яси. Петра, Верховного престола, наследник был яси, того имея нрав и ревность богомудрей веры. Законопреступлением осужденно первозданного спаса родши, Богоматия чистая, освободила яси. Небесного круга, Верхотворче, Господи, Церкви, зиждителю, ты мне утверди в любви твоей желании, края верных утверждений, единия человека любчия. Стол православия Христову Церкви всему дрельве усердно насяло, ставил яси. Его же держащие, еретико безбожное, разрушают полки и соборища. Небесное и Божественное, насыдився благодатью, церковная догматоча, предложил яси. Со всеми борства и еретическими языкового уби и благочестия, поборничалевые прибогателем. Светлым пресветлившим озарился преподобнение из глагола нога и Божественного вочеловеченья. Слово уяснил яси сугубо рев существо и сугубо действовал воплощавшегося Бога. Украсилася яси, як невеста девственными добротами, обрадованная, дева, мать, а не невестная. Всякие бутвари ты превознеслайся и множай, як у всех виновное слово родшее. Уставивайся дерзновение, делу, уверивайся православие, як уповая коллег праведный. Истинно проповедуешь учения, обличайся прелести сокровения очи преподобни. Христа Бога моли, даровать и нам велию милость. Божественного естества не отлучися, плоть быв в очреве твоем. Но Бог во человечище прибысти же по Рождестве, матерь, тебя, деву, яка, прежде Рождества, сохранився непорочно, един Господь. Того прилежно моли, даровать и нам велию милость. Нескверная Агница, слово нетленное, деву Матерь, на кресте зряще повешено из нея без болезни прозябшего матерски, подобно рыдающей вопияши. Увы мне, чадо мое, как и страж дешеволю, хотя избавите от страсти бесчестия человека. Из горы приосиненное Словие, Пророк Единая Богородица, захотящий, воплотитеся боговидно, усмотри со страхом славословящей силу твою. Лев-то, яка истине, при блажении явился, если смущающая лиса, отгоняя царским рыканьем ужаса, все нечестивых умышления, скрыл, если приложением твоих догматов богомерзких ересей, следы сокровенную истину взыскав, священно тайничав, все честнее. Утро от запада воссиял, если при блажении свиток благочестивых догматов, яка, очи церкви, богомудрия спущая и озаряя души наши, у мертвей стремления, девы страстей моих уставе, благая молву, при грешении, греховную бурю твоею тишину, яблагородительница потребляющая, вскуемя адрину, если от лица твоего свете незаходима и покрыла мея из чуждая тьма окаянного, но обратиме к свету заповедей твоих пути, и мое на праве молюся, сугубому действу проповедник был, если спасся Христа, действуете, бурекал, если в каемждо естествы, яка же имя, шеса обоим, слежащим общине святителю, благомудрия блаженье, равномочность суще родшему слову познал, если, яка же подстегл бывшим три блаженья, уверил, если прилично, рекал, если плотские свойства деяте, не слитно, не превратно обоя, ежепрежде всех век единоведому Богу таинству человека бытия всяческих владыку и Господа, и с плоти осмеситесь и крови по влаженье из тебе, дева, явися, прихожденье прием. Молитву пролию ко Господу, и тому возвещу печали моя, и, яка зол душа моя, исполнисья, и живот мой аду приближися, и молюсья, яка Иона, от ли Божия возвидимя. Петра, честнаго преемника сего начальством, вогатив сейти, пустижав ревность, богодвижимый свиток, написал еси, еретическое веление, отметая смущенное растворение, и несместно соединяя. Сыны единого Христа и Господа, прежде века от Отца рожденные нас ради от Девы Родчегося, являвшимся нам единосущно, проповедоваясь и преестественно служителю неизблагованных, богу приятнее. Тя всечистое спасение, ходатуюцу вернее, исповедующего пьем, радуйся чистой, радуйся невесту Деву, радуйся, гору Божьей, преисцененная миру, буты радуйся пресносущную, источила еси. На престоле славы и священства, сеты львов уста словесных заградей, догмата Бога вдухновенными, честная троица, озарился свет, богоразумие твоему стаду, сегураде порославился еси, ека божественный тайнник Божия благодати. Отца и Сына и Духа Святаго, тресолнечный свет, тресвятую силу и божество единое, едино существо, сию проповедов, пусть тольстива до конца заградила еси, еретичествующих льве богомудрия, тем же чистой богородителю ци, якоблагородицу исповедов, нестарива безумия, ибо условия не зложил еси, сегураде познавайся в мире и в риме, якоб божественный тайнник Божия благодати. Отца и Врестия, в пищи попроша пламень дерзновенной, наросла у Бог приложиша вопиюще, благословенный си, Господи, Божий вовеки. Сна не дали си, вежда водонди же, и скоро неисторгуйся лести в тихо обезумовши гуся, зовай благословенный си, Господи, Божий вовеки. Единое постаси во Твое существу Христа исповедов, действующая сугубо и хотящая на ней поеши, благословенный си, Господи, Божий вовеки. Ныне к Тебе, прибегая, Богоматя, при грешении пленницами, стегнут за милосердие, милости, избавимя вопиюще, благословием причистое плод Твоего чрева. Седмирицу и печь каудейским учитель, богочестивым неистовство разожжет, силой же лучшей спасеныся, и видев Творцу и Спавителя, вопияши, лотрца благословите, священницы во спойте, и люди, и превозносите во все веки. Всесветил, яко солнце от запада, воссияло, и сечу до благоглаголеве яви приславно, смещение и слияние явтихиваясь сушив яви, и нестариво разделение пресекая, уча единого честого Тихриста, водвое существу нераздельно, непревратно, не слиянно. От Бога движим благочестью учения, яко на Бога чертавных скрижалев вообразил и си, яко же Моиси втору яви всебожественным людям и собора честных учителей зовы, отрац и благословите, священницы во спойте, и люди, и превозносите во все веки. Воплощенного преподобне прежде бесплотного познал яси, слово очи единородное, с обезначального в лето безлетнего, описанного во плоти, и яко Творца же описание, не ведущий учащим, взывая священнии во спойте, люди, и превозносите его во веки. Обложением те лисеи обложися, причистоя твоих крови, светил добротами солнцем, луное небо просветив и Бог, одушевленное те другое небо, показав, якоже отрец и благословят священницу во спойте, и люди ей превозносят во веки. Устрашися всяк слух неизреченно Божие снисхождение, яко Вышней волей сниди даже и до плоти от девического чрева быв человек, тем же причистую Богородицу вернее величаем. Сияйше ныне таинниче Христов благолепие и венцам украшено, яко верен святитель правду и воистину оделся и си, и в рай сладости ликой чуднию пастре твоей владыку прилежно умоли. Иде же ныне пред этих триархов пред седание, и же и престоле, и чини львей все блаженье. Ты достойно уча вселился, яко патриарх истине, и на веру и благодатью, и сияем тень же все те приступы блажен, от буря житейски отступив ко Христу пришел и си, львей все изряднейши, на месте злачнем почувая, иди же поток сладости и свет не вечерний, и несказанное веселье и радость пребывающая. Зрево пожиная жизни вредимым древом разума, ты, во вся непорочная жизни древу, Христа процвиваясь и в ходе жизни всем сказавши, тем ты вся чистая Богородица вернее величаем. Свидетелей славы верных, защитник-то явился, если Богомудрый отче исток добродетели, тем же поминай всегда воспевающей тебя любовью. Тя предстательница, всемущи грешная, пресвятая деву, ты благоприменительная нам сотвори сына твоего матерними твоими молитвами. Господи и Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, и яко благословен яси во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Царю Небесного, Тешителю, Души истинной, живи с Десой и вся исполняй. Сокровища благих и жизни подателя, прииди и вселесивны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажь душа наша. Святый Божий, святокрепкий, святобессмертный, помилуй Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. И живи на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днить, и остави нам долги наши, яко же, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука в угол. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас, а родивайся, душ наша. Молитва ежедневная святителя Филарета Дрозду. Изложи под имя, благоговею, безмолвствую пред Твоей святую волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, нет у меня другого желания, кроме желания исполнять волю Твою. Научи меня молиться сам во мне, молись, аминь.